МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О самом интересном и важном в Нижегородском регионе расскажут журналисты областных телекомпаний. Смотрите в выпуске новостей губернии. Всемирный фестиваль молодежи проходит в Сочи. Глеб Никитин встретился с Нижегородской делегацией на Всемирном фестивале молодежи в Сочи. Очередная группа добровольцев из Нижегородской области отправилась на прохождение боевого слаживания. Глеб Никитин поделился с коллегами лучшими практиками в сфере развития креатива в регионе. Шесть бронзовых, девять серебряных, 23 золотых медалей чемпионата мира. Их имена знают болельщики в каждой стране. Многократные чемпионки мира по художественной гимнастике Дина и Арина Аверина приехали встретиться с участниками Всемирного фестиваля молодежи. Очередь растянулась далеко за пределы павильона. А в зале полный аншлаг. Друзья, чтобы избежать путеницы, я вам сразу говорю, что Дина белый красот. Недавно стало известно, что спортивная карьера талантливых спортсменов будет завершена. О таком решении разговоры шли уже давно. Самое сложное – прийти окончательное решение. И объявите об этом уже публично. А дальше хотим свое шоу, которое в том году в конце декабря мы провели свое первое шоу «Лебединое озеро» в Нижнем Новгороде на своей родной земле. Хотим его продвигать еще по всей России, чтобы увидели люди тоже из Санкт-Петербурга, из Москвы. Также продолжаем ездить по мастер-классам. Стенд в Нижегородской области не бывает пустым. Целый день здесь гости, которые делают наши уникальные сувениры. Вот это, например, фараонка, которая защищает от злых духов. Мы ее переносим на наш сувенир. Постучали, постучали хорошо, отлепили сразу. И вот такой вот шопер с оберегом у нас готов. Ну и изюминкой нашего нижегородского стенда стал модный показ нижегородского бренда одежды Родины. Ему, кстати, в этом году 10 лет. В далеком 2014 году был крошечный магазин на 10 квадратных метров. А сегодня вот такое вот красивое наряды можно купить по всей России. Очень волнительно, на самом деле, представлять свою Нижегородскую область в родном дизайнере. Особое внимание участникам из Бразилии. Каждый ребенок и ребенок в определенной стране. У нашей Нижегородской и Ульяновской областях это Бразилия. Поэтому это показ смешанных моделей. 18-летняя бразильянка Фернанда Аргола дебютировала в качестве модели и осталась в восторге. Тем более это поможет в ее будущей профессии. Мерклая девушка планирует стать актрисой. Это мой первый опыт в качестве модели. И я ужасно взволнована. Но все прошло просто великолепно. Зрители безумно поддерживали. Хлопали. Я в восторге. На втором фестивале я был участником. Фестиваль 1985 года. Я вольно и невольно хожу, сравнивая желания молодежи. Они остались прежними. Конечно, все молодые люди хотят строить успешную карьеру. Жить в красиво благоустроенных городах. Иметь возможность для саморазвития. Конечно, все хотят жить в мире. Ну а Нижний Новгород дарит вот такой вот подарок всем участникам фестиваля. Лазерное шоу от Дрим Лазер. Вот такую красоту увидят 89 регионов России. 25 странах. Более 20 тысяч участников. Судеба информации Юлия Краснова. Алексей Завылов. Представители рабочей молодежи, специалисты в сфере культуры и искусства, молодые ученые и преподаватели, волонтеры-предприниматели, представители медиа-отрасли. В общей сложности 180 человек. Делегация региона на всемирном фестивале молодежи в Сочинском Сириусе. С ребятами пообщался губернатор Деп Никитин. Глава региона поздравил их с получением премии «Ключ к городу молодежи». Такой высокой оценкой за достойный уровень подготовки нашу делегацию отметили организаторы фестиваля. Про атмосферу фестиваля ходят легенды. Рассказывают из уст в уста, передают. Это просто по-настоящему круто. И вот, ребят, я хотел спросить вас. Правильно ли у меня впечатление, что у вас, у нижегородцев, была возможность постоянно чувствовать себя крутыми? Отдельно благодарность за работу нашей молодежи с нашей подшефтной страной на фестивале. Ей стала Бразилия. Нижегородцы помогали ребятам из Латинской Америки в бытовых вопросах. Знакомили их с русской культурой, много рассказывали о родном регионе. Даже приобщили к спорту. Спорт объединяет и дружим регионами, не только регионами и странами. Мы бразильцев научили болеть за торпедо, показывали, где они ездят по площадке. Поэтому, когда Ледовый дворец построится, я думаю, что делегацию Бразилии нужно пригласить на матч торпедо, чтобы мы им уже вживую показали, как играет наша команда. Ну, я считаю, что приглашение надо уже сейчас оформить, а там уж как ребята сочтут, так сказать, возможным или нет. С датой, естественно, попозже определимся. Вся встреча прошла в формате открытого диалога. Ребята поделились своими эмоциями о фестивале. Не обошлось и без подарков. Я сделал вот такой вот вам подарок. Это ваш портрет. Я думал, кепка будет подарена, честно говоря. Спасибо. С большой лучезарной улыбкой. Похоже. Один в один. Поступило также предложение в Нижегорской области провести глобальный форум молодых дипломатов. Регион к этому готов. Мы уверены, что с помощью наших делегатов, с помощью нашей молодежи и уже подготовленных программ мы сумеем сделать программу для участников фестиваля максимально насыщенной, интересной и влюбить, что называется, в регион, чтобы захотелось приехать еще. Без внимания главы региона не осталась выставка России в миниатюре на медальной площади территории Сириуса. Там установлен арт-объект Нижегородской области – Семеновская матрешка. Служба информации Сергей Щеблягин. Спасибо. Хорошего дня вам. Спасибо. Группа добровольцев из Нижегородской области отправилась на прохождение боевого слаживания. После того, как защитники пройдут тренировочные мероприятия, они поедут в зону проведения специальной военной операции. Координационный центр по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей, обеспечит отправку и выдачу необходимых предметов и тактического снаряжения. Расскажите, почему вы решили принять участие в специальной военной операции? Хочу помочь ребятам приблизить нашу победу. Как отреагировали родственники, близкие на твой поступок? Хорошо отреагировали. Все поддержали? Все поддержали. Глеб Никитин выступил с докладом по видеосвязи на совещании с губернаторами по вопросам развития креативных индустрий в регионах. По поручению президента России был разработан региональный креативный стандарт, который теперь будут внедрять в 46 субъектов нашей страны и Нижегородскую область в их числе. Глеб Никитин поделился с коллегами опытом и лучшими практиками региона. Так, например, в стратегию развития Нижегородской области среди приоритетов входит развитие креативной экономики и творческих предпринимателей. В этой части в нашем регионе уже создается IT-кампус, развивается гастро и фэшн-бизнес, а также туризм. У нас у всех, наверное, есть свои филармонии, консерватории, оркестры, театров. И, поверьте, там музыканты получают немного денег. Вот если вы разберетесь, в штатное расписание погрузитесь. И если им просто предложить самим сформировать программу и, например, сыграть какую-то партитуру в общественном пространстве, то для них это будет очень и приятно, и комфортно. И в результате на каждой из таких общественных локаций у нас происходит соло на закате. Квест «Женские лица войны» стартовал в образовательных учреждениях нашей области. В Нижегородской школе номер 21 к нему присоединились ученики третьего класса. Волонтеры Победы организовали для ребят несколько станций. Девчонки и мальчишки узнали больше про времена Великой Отечественной войны. И в особенности про женщин, которые своими поступками приблизили нашу армию к Победе. Мне больше всего понравилось шифровать слова. Мы разгадывали, что написала девушка войны. Она написала краснознаменный полк. Программа разработана нашими коллегами из Центрального штаба волонтеров Победы из Москвы. Квест проводится на территории всей Российской Федерации.